Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре. В этом уроке я немного расскажу об инструменте, о котором не хотел рассказывать в открытой части по одной простой причине, что неразумное использование этого инструмента может принести не пользу, а принести вред. Мы сегодня поговорим о том, что называется продвижение постов. Конечно, пост у вас будет продвигаться автоматически, то есть набирать лайки, комментарии, репосты, когда у вас на страничке будут друзья, когда вы сами будете проявлять активность, причем повышенную активность со страницами других. Конечно, посты с интересной информацией, красивой оформленной. Этим постам проще и легче будет набирать лайки и репосты. Конечно, если вы будете использовать хэштеги, если будете использовать геолокации, это тоже вам поможет легче, проще продвигать ваши посты. Но когда мы говорим о продвижении поста, который лежит у нас на личной страничке, будет более правильнее говорить о продвижении профиля целиком. Когда у вас активный профиль с посещением, естественно, ваши посты будут продвигаться вместе с вашим профилем. И все-таки продвижение постов, в первую очередь, конечно, это делается через рекламный кабинет, размещаете посты или ссылки на них за деньги, например, в группах тематических. Но сейчас я скажу о том, что называется первый актив. Это то, что необходимо делать, но делать на первом этапе, когда вы развиваете свой профиль, когда у вас еще не так много друзей, не так много людей заходит на ваш профиль. И, как говорят, пост нужно подтолкнуть. И сделать это можно разными способами. Но я вам расскажу о сервисе, которым пользовался давно. И, к счастью, этот сервис продолжает работать. Это один из наиболее стабильных сервисов продвижения или бирж работы с социальными сетями. И причем на этом сервисе работают довольно грамотные и честные исполнители. Что я сейчас хочу сделать? Вот я разместил пост, я кликнул на нем сам лайк. И я хочу сейчас получить для этого поста еще несколько лайков и несколько репостов. Для чего это? Только для того, чтобы те немногие люди, которые будут заходить на мой молодой профиль, чтобы они видели, что та информация, которую я на него выкладываю, она не просто интересная, не то, что хорошо оформлена, она еще и является востребованной. То есть кто-то нажимает лайки, нажмет репосты, пишет комментарии, что очень важно. И тогда людям, конечно, будет проще понимать, у них будет срабатывать стадное чувство, что да, все, что здесь лежит, это все хорошо, все это честно, этому человеку можно верить. Поэтому на первом этапе продвижения вашего профиля желательно получать вот эту первую купленную активность. Как это можно делать? Под видео будет лежать ссылка, пожалуйста, переходите только по ней. Вы попадете на главную страничку сервиса Проспер. Вот так она выглядит и выглядит уже очень давно. Нажимаю на кнопочку зарегистрироваться или регистрация. Поле логин. Я придумываю логин для авторизации на этом сервисе. Это как бы ваше имя. Можете взять часть от своей почты, для простоты, либо какой-то, может быть, у вас есть уже сформировавшийся профиль, и вставить его в поле логин. Поле пароль. Пожалуйста, придумайте какой-то пароль. Можно его сохранить, если еще не пользуетесь Ласпасом, блокнотик. И вставить этот пароль. И самое главное, правильно напишите адрес своей электронной почты без ошибок. Вот эти три поля нужно обязательно заполнить. Они помечены звездочками, это значит обязательное поле. Остальные поля можете пока не заполнять. Пройдите капчу, что вы не робот. Меня просят найти картинки, где у меня есть автомобиль. Я их нахожу, нажимаю подтвердить. Вот капчу я прошу. И нажимаю регистрация. Я это уже делал. На почту приходит вот такое письмо от сервиса Проспера с темой регистрация. В этом письме ссылка. Вы кликаете на эту ссылку, подтверждаете свою почту. Вас автоматически отправляют на страничку сервиса Проспера. И появится строчка, что ваша почта подтверждена. Я уже ее подтвердил, поэтому у меня вот такого сообщения нет. Мне написали, что я уже зарегистрировал. Как только почта подтверждена, щелкаем на Проспера. И возвращаемся на главную страничку. Теперь ваш логин, который вы использовали, и пароль вводим в поля логин и пароль. А вот здесь код подтверждения. Вбиваем те цифры, которые написаны на синем прямоугольничке. И нажимаем войти. Я сейчас это сделаю на своем рабочем аккаунте. Нажимаю войти. И я попадаю в свой личный кабинет на сервисе Проспера. Сервис Проспера платный. Но в принципе можно на нем деньги зарабатывать и самостоятельно. То есть можно выполнять задания и получать за это деньги. Потом эти деньги использовать на продвижение своих личных. Но делать эти задания с профиля, который я так умно и долго оформляю, абсолютно не стоит. Потому что этим самым вы его просто, стену его просто-напросто убьете. Будет абсолютная не тематическая информация. Нам выполнять эти задания, чтобы заработать несколько десятков рублей не стоит. Проще пополнить, нажав на кнопочку пополнить с карты баланс. Ну например на 100 рублей и вам это хватит. Нажмите пополнить. Вас переведут на страничку, где нужно будет ввести данные от своей карты. Получить код подтверждения. Но я думаю, что вы это делали, когда оплачивали какую-то продукцию в интернет-магазин. Я перейду сразу к сформированию задач. То есть я выбираю раскрутку в социальных сетях. Выбираю новый заказ. Вот у меня тут уже заказы какие-то были. Уже третий раз пишу этот ролик. Надеюсь третий раз получится. Выбираю новый заказ. Придумываю название для своего заказа. Ну например лайки 3. Выбираю социальную сеть ВКонтакте. Что я хочу? Я хочу лайки. Ну можно репост. Репосты конечно это круче всего. Но если у поста нет лайков, а они репосты, это сразу понятно, что это накручено. Поэтому начинаем с лайков. Далее. Поле требования к аккаунтам. Вы можете написать. Какие аккаунты могут выполнять это задание. У меня по умолчанию стоят все. А вот здесь я могу написать. Например аккаунты у кого в друзьях 400 и больше человек. Если у аккаунта 400 и больше человек, действия с такого аккаунта на их хотя бы какой-то результат принесут. Значит человек давно пользуется этим аккаунтом на сервисе и он его бережет. Поэтому вот такие ограничения лучше вводить. Это хорошо работает. Далее цена. Тут мне предлагают 3 рубля. Я говорю рубль. Какое время будет выполняться мое задание мне не важно. Мне важно только одно. То есть сколько требуется выполнить. Если у меня сейчас молодой профиль, на котором видите только 4 друга. Если я сейчас закажу 20 лайков, это будет понятно, что это накручение. Поэтому для молодых профилей больше 4 лайков не надо заказывать. Абсолютно не надо. Есть еще одна очень хорошая настройка. Это когда вы заказываете 10 лайков, но говорите, что лимит действий. В течение часа, например в течение одного часа ставить 1 лайк. Вот сюда единичку в течение, например, часа тоже ставить. И тогда задание будет появляться с периодичностью раз в час. Можно, конечно, пройтись и посмотреть, что здесь еще можно настраивать. Но я вот дальше количества и лимитов никогда не опускаюсь. Но самое главное, что я не сделал, я не разместил ссылку на тот пост, на который я хочу накручивать лайки. Я возвращаюсь на свою стену, выбираю вот этот вот пост, где сейчас у меня только один лайк. Кликаю на время его публикации, вот час назад. Пост у меня открывается в отдельном окошечке. И копирую его адрес. Можно было, конечно, правой кнопкой нажать, копировать адрес ссылки. Кому как удобно. Адрес поста у меня есть. Возвращаюсь в страничку заказа. Вставляю ссылку на этот пост. И нажимаю создать. Я получаю изменение статуса для своего заказа. Статус появился в работе. В принципе, можно даже уже, когда заказ создан, опять же пройтись и исправить какие-то характеристики. Лимиты поменять, что-то добавить. И нажать сохранить. Сейчас заказ поступил в работу. То есть, если я перейду на страничку в работе, я буду видеть, кто сейчас над моим заказом начал работать. Вот этот человек взял это задание, но еще пока не сделал. Вот он уже сделал. Слышали? Такой был квак. Вот этот человек нажал лайк на моем посту. Вот девушка с такой аватаркой. Я могу это даже проверить. Обновлю страничку. Вот исполнено. Нажимаю на ссылочку сделано. Нажимаю вот сюда. И могу посмотреть, кто сделал мой заказ. Да, вот именно эта девушка. Но исполнители тут очень честные. И, конечно, заниматься этими проверками это только трата времени. Вот еще обновил страничку. Еще человек взял мой заказ в работу. В принципе, можно сразу с людьми расплачиваться, отмечать. И нажимать на кнопку подтвердить оплату выбранным. А можно несколько человек отметить и сразу нажать оплатить всем. Каких-то исполнителей, если будете часто пользоваться этим сервисом, можно добавлять в списки достойных честных исполнителей. Вот видите. Он тут даже написал, сколько было лайков, сколько он сделал. Вот посмотрите. У человека 2362 друга. То есть давно развивает этот аккаунт. И вот он мне поставил лайк. В принципе, лучше, чем, конечно, вообще ничего. Вот таких людей можно сразу отсюда нажать подтвердить оплату. Может быть, если сложное задание, можно отправить на доработку, потребует возврат денег и так далее. Но еще раз повторюсь, людей, которые, ну, прям, хорошо работают, их можно собирать вот то, что называется white list. То есть, например, хороший исполнитель, я его пометил и нажал сюда. Внести в белый список. Потом, когда вы формируете задание, вы можете уже не настраивать по количеству друзей и так далее. Когда у вас в white списке будет уже много исполнителей, вы можете сказать, показывать задание только для людей, которые находятся вот в этом белом списке проверенных вами уже исполнителей. Вот я пометил всех и нажал подтвердить оплату выбранным. Ну, вот кнопочка в black list. Это значит, что эти люди чем-то вам не понравились. Вот все мне сделали. Сейчас посмотрю, что у меня получилось. Вот видите, эти люди нажали лайк под моим постом. Я сейчас обновлю страничку и увижу, что вместо одного у меня уже целых пять постов. Убедительная просьба. Пользоваться этим сервисом в очень разумных пределах. Потому что иначе все эти накрутки, они вам сыграют очень злую шутку. Потому что обмануть людей сейчас крайне сложно. Все уже давно сидят в социальных сетях и прекрасно понимают, что при таком количестве друзей, при таком посещении, видите, 19 человек только посмотрели мой пост, а 10 из них нажали лайк. Ну, не бывает такого. То есть это накручено. Накручено с помощью какого-то сервиса. И уже мнение к вам, как к эксперту, уже подрывается на корню. Ну, конечно, у тех, кто в этом разбирается. Но, поверьте мне, разбирается довольно много. Но, к сожалению, среди сетевиков таких экспертов маловато. Но они будут. Поэтому старайтесь делать сразу все хорошо. С третьей попытки, надеюсь, я записал этот ролик. Если будут какие-то вопросы, пишите, отвечу, перепишу.